Температура. Это я. Ой, спасибо. Ну вроде нема, я попробовал рукой. Что нема, горячий? Нет, не горячий. Что не горячий? У тебя рука холодная. Я ж почувствовал. Да нет. Что? Ай, мне даже холодный градусник положить. Так, тут меньше 35, смотрите. Вот так. Это на самом начале. Ой, холодно. Как даже градусник положить. Ой. Что-то со мной сегодня не знаю. Че я в лесу, че от свежего воздуха. Че то, что грибов насобирал. Ну. А? Худеющий. Хвата печенье есть. Килограммами. Зачем ты мне торт ставил? Такое поздравление. Есть. Так специально. С праздником у вас. Спасибо. Покажу сколько температуры. Давай пошли, там все ждут тебя. Куда пошли? На низ кушать. Здесь стол готовый. Люди все ждут нас двоих с тобой. А ты че тут сидишь, че едешь? Так я же до тебя пришел. Так иди от меня. Дай мне помирать спокойно. Я нема... А что ты будешь сейчас есть после чая? Конечно. Это мой карача. А, это другой. Это мой карача. Это мой карача. А, это другой. Это мой карача уже муха вдохла. Не? А, ну пошли давай. Ходи давай. Давайте я спущусь. Хватай играть в комедии. Ходи. Давай, потому что люди ждут. Ну что ждут? Мне неплохо. Мне не тошнит. Я не могу. Не тошнит, Коля. Ну тошнит меня. Встань посиди ради плевища за столом. Плевища? Даже если температура. Да? Да, даже если температура. Ставайте. Буду заражать детей. Ты же не славник. Ох. Счастья, градусники. Я ж не буду с градусниками идти за столом. Ну вот что. Похоже тут? Могу слежимbie богатым. Букерфен? Могу слежим... Сначала выходил, когда было всего видов. Да? Теперь посмотрим там температура, наконец. Вам нужно подтверждение... Звозьмите все определенные и надо подтверждение, что у них плохо. что плохо он ждет градусник сейчас подожди витяну придет время чисто здрасте у меня крестик даже перекрутился от тебя стоит сзади эксекьюрити ждет пока градусники подам мне что нельзя сказать на слова не верит никто конечно нет только факты сейчас побачишь сейчас а что витяну если я снимаю это не значит что мне очень хорошо если я если 36 5 это низкая температура люди думают что это если снимаешь так а камеру держать тебе неплохо но я себя только снимал когда мне хорошо извините видео раз бы в год выходила мне 365 дней плохо плохо так вызваем скорую хотя бы 3 вызвали скорую на 1 не поеду ты уже в заповеднику живешь завезут тебя в больницу в заповеднику на третий горит мне короче ай любопро я даже чай я вырубился мне плохо я вот так вот упал и все у меня сейчас все болит и голова и виски и шея и глаза и откуда я знаю может воздух свежий воздух свежий так тебе дал да а что ты думаешь а ходить а когда собираешь любит и знаешь как ты ходишь широко выпущенными глава так вот и вот так смотришь боже что ты там 20 минут люди привыкся я нет ты понимаешь а ты знаешь что когда в лицу хочешь и грибы ищешь у тебя взгляд он не такой вот в одну узнаешь как просто идешь смотришь в одну точку а ты вот так и оно как расфокусированный взгляд и у меня голова за сейчас подожди он что там 36 и 5 не дайте ему некую таблетку давать у него прекрасная температура это все брюкна чё ты будешь сказать обрешла чё ты малью чё ты малью чё ты малью чё ты 5 аэто это тоже даром может быть от 7 может быть от воздуха ты с хорошей 110 на 80 Сколько? 100 на 8 Это же хороший Не сколько? Так хороший А, это такой ты? Да У меня 110 на 70 Ну да, ты не знаешь Ну, понимаешь, что просто я не знаю что Это от воздуха Ха-ха-ха Чертыш Скажи, что я брешу Ну, хай брешу Хорошо От воздуха, ты знаешь оно Ой, кошечка Да, это у меня так Куколка Это твоя детина? Нет, это ж жарит О, нет Это твоя детина? А у меня Твоя? Да Ты давно ее родила? Да Давно Хай стыть А сколько ей лет? Сколько ей лет? Два 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 Так это твоя детина или нет? Мама я Ты ее рожала? Да 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 Боже мой Цвет Ха-ха-ха Здрасте 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 Смотрите Ребята, меня Вася привел На самую высокую точку Вот где находится их село Эти какие цены Шикарно просто. Как красиво Днепр бескрайний. Это не Днепр, это Каневское море. Это не Днепр, это Каневское море, это водосховище. Вот этот вход, маяк стоит в бухту перед Каневской ГЭС. Заезд. Тут Днепр завертает великую дугою, прямо из певночьи, из певночного схода на певденний захід. Это Бучацкий массив Каневских дислокаций. Геологи называются Каневские дислокации, про которые я рассказывал вам в заповеднике. Это все горбы и наши. Это все дислокированные породы. Перемьятые людовиком. Перемьятые, не отслоненные, не перемещенные. Перемьятые, выдавленные породы, которые вылезли наверх. Из низу, как перевернули их. Да, как их перевернули. Повыпучивали, по сути. Между лопастями людовика повыпучивали их сюда. Это у вас получается к Каневу относится, да? Это Канев, нижняя частная Канева. Вверх это Новобудовы, это район Новобудов. Вот Канев весь пішов туда, на певдень. Ага, туда, да? На певдень, да. Власне Канев пішов весь на певдень. Старий Канев тільки там. Тут, ну, это все Новый Канев. Это уже теперешний Канев. Как красиво. Цей Канев стал, до речи, идея розбудови Каневского водосховища и строительства Каневской ГЭС. Это Хрущов. Хрущов Микита Сергеевич. Ей хотели сделать, вот там за Трахтимиревским перешейком, набагато вуще дельянка русла Дніпра. И хотели там ее сделать. Но он, когда приехал в 64-м году, это последний год его господарювания. Потом уже начался... А, ушел туда. А, ушел туда. Это уже после Хрущова. Андропов? Нет, не Андропов. Брижнев. Перед Брижневым еще там какие-то были. Терненко. Да, да. И это когда Хрущов, значит... Нет, после Хрущова сразу Брижнев, после Сталіна был там Маленьков и так далее. А это, значит, он приехал сюда, подивился, а он же ему родные, и Шевченко, и Украина, и все. То он не только в Каневе. Вот тут сделать, чтобы Шевченко видел, что народ строит, что все это. И это его идея была сделать тут. И плюсы есть, и минусы. Плюсы, что Канев трошки разрезся, а минусы, что спаску и природу. Ну что сделаешь? Что такое? Такие часы, такие вияния. Знов у меня много кто из русских скажет, что опять ему Советский Союз насолил. Да не, но были все плюсы и минусы, да. Ничего ж такого. Да, факт по факту, да. Якщо ты фотографуешь и записываешь меня. То факт по факту, что там говорить. Многие нарекают о том, что вот это вот цветущие водохранилища. Но, кстати, уже стабилизационные процессы в водных экосистемах довольно глубокие. Уже многие вещи творятся на побережье. Организуются небольшие сплавины, болотца. Вот вы видели некоторые? Да, когда я показывал. Да, да, да. Там сосны падают, то все. А где-то и сплавина, где-то уже тростничок, где-то уже рогозы. То есть уже что-то лучшее. То есть берег укрепляется, уже стабилизируется. А сам по себе уже, да. Берег сам по себе стабилизируется. Ну эти вещи рано или поздно дадутся. Так получается, это все было... Это все было суша. Это вот где маяк стоит, это была суша. Вот там села были даже. Русло Днепр шло прямо вот так вот. Это загогулино, вот этот вот... Это вырыли, да? Не вырыли, не вырыли. Оно просто низменность, которая залитая водой. Вот здесь, когда идти, вот вон кусочек дуги видно, вот там вот. Вот вчера мы там сидели, карасей ловили. Ага, я понял, да, вот этот перешей. Вот маяк, а вот заход сюда. В бухту, вот эту, искусственную бухту. Вот. А мы там ловили. То тут глубина где-то с берега, если бросать, там 3-5 метров. Вот. Там возле маяка 15 метров глубина. То есть это были низины. Но Днепра тут и близко не было. Это были руслища, старицы Днепра, старые, старые русла Днепра. А сам Днепр бежал намного восточнее туда, под левый берег. А потом, когда делали водохранилище в том месте, где Днепр бежал, не трогали, он к себе бежал. А в другом месте готовили искусственное русло. Его пустили сюда, ближе к Каневу. Его прокопали. А потом, когда уже прокопали, когда сделали все сооружение, воду сюда пустили, а там начали заперекрывать. И вот это общая технология строительства всех ГЭС. На Волге, на Днепре такой же. Старое русло себе текло, 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 текло. Новое прокладывали, копали. Все сделали, забетонировали. Там берега укрепили. А потом там закрыли, а сюда... Ну это для природы все равно, что инъекция. Ну то есть какое-то идет нарушение, правильно? То есть не вмешательство такое в природу. Ну, уже... Ничего не изменить. Красивый очень, да. Вит, конечно, красивый. А то есть получается, до маяка были села там, да? Вот там, где мы были решитки. Ага. Мы аж туда заезжали. Там здоровенный остров Заричча. Заричча был около 1,5 тысяч гектаров. Здоровенный остров. Там богатый, там дубовый вербовый лисе, дубовый вязовый лисе. Это оно все исчезло куда-то? Ну все пришло под воду. То есть под водой, да, осталось? Да, да, да. Тут целесело. Интересно, если под воду залезть, там осталось что-то, или оно размылось? Ну... Это дайверы могут только сказать. Интересно, растут там деревья еще... Деревья, конечно, уже и растут. Они поумирали, да? Ну конечно же поумирали, уже не разложились. Ну вот... Ну и все, конечно... Воздух тут. А вот это вот то, что... Большой плюс, что в советские времена сделали, вот это лесопосадки. Вдоль линии оврагов, которые раньше использовались как пахотные земли и так далее, лесопосадки, искусственные лесопосадки из дуба, из акации, еще об там ни было, но закрыли. И корневая система обеспечивает, ну, устойчивость поверхности почвы и намного меньше эффекта размыва идет. То есть оно не осыпалось, не было никаких оползаний. Тоже стабилизируется, вот эти верхушки оврагов закрепляются уже. Вот как интересно, мне кажется, какое-то растение, да? У него целая своя система, как оно живет, как оно питается, куда оно растет. Ну как? Целая наука. Наука не наука, это природа и все в естественном состоянии пребывает. Каждый корешок, если вот посадил маленькое растение, корешок с одной стороны ложит удобрение, с другой не ложит, вся корневая система пойдет в ту сторону, где есть удобрение. Рыба, где глубже, да, человек? Да, да, где лучше, ищет, а вот чувствует, куда надо расти, потому что оттуда есть питание. Это известные вещи, это тропизмы, так называемые, тропизмы, то есть движение растительных тканей, разрастание. Разрастание в определенном направлении, тропизмы. Тропа, да, туда? Тропизмы, да, тропизмы. Это известные вещи, да. Вот эти застройки, многие, которые взяли себе участки под строительство, не смогли, это в советское время и все брались участки. Один сумел что-то построить, другой не сумел построить, кто-то сумел продать вовремя, кто-то, ну, как везде, после таких вот вещей, стабильности не было. Вот мужик построил дом. Вот этот, да? Да. По-моему, где-то в Москве на заработках был, пропал. Пропал без вести или там остался? Не знаю. Ну, одним словом, голод, что он не живой. А там кто его знает? А там кто его знает? А там кто его знает? Вру я или не вру? Ну, точно. Папа не стоит уже. Уже десяток лет стоит, разрушается из-за мороза, из-за дождей, из-за снега. Тут же на таком Белебни, на таком... На возвышении, да. На возвышении, он на склоне, по сути, стоит именно на возвышении. А чем люди занимаются вообще у вас здесь? В Каневе? Да, вот если нет работы государственной. Очень разнообразного способа, способы выживания или жизни, или выживания людей. Кто, как и чем. В общем-то, в таком городке, как Каневе, около 20-25 тысяч населения, можно жить даже со своего участка. Так, если для себя. Не раскошуя. Ну, выращивать там. В Европу и так дальше. Выращивать что-то, жить спокойно. Можно прожить даже одному. Даже одному с лопатой в руках. Но в большинстве случаев это все-таки заработки за границей едут. Едут люди, да? Да, едут зарабатывать. Многие зарабатывают своим предпринимательством, свое торговля. Очень многие, даже если так взять, наверное, процентов 25-30 населения, это живут из натурального хозяйства. Ну, естественно, какая-то или пенсия, или какой-то мелочный заработок там в бюджетной сфере, или где-то у каких-то предпринимателей там что-то получают. И вот таким вот образом. Наверное, большая часть украинских спасений живет сейчас. Ну, как везде, да. Как и везде, да. Кто где находит, не нужно. Ситуация довольно динамичная. Нельзя сказать, что вот определенность какая-то есть, что вот так будет, вот так будет. И, в общем-то, по большому счету, это правильно. Другого выхода нет. Ну, ну, да. Потому что жизнь такова. Надо хвататься за жизнь, надо искать где есть. Надеяться на то, что придет хороший руководитель и сделает тебе все, и отдаст тебе все, вот так. Ты придешь, поклонишься, и тебе деньги заплатят. Нет, надо работать, самому думать, за каждую копейку думать самому, и тогда все нормально. Вот как странно. Моя бабушка мечтала, что какой-то придет руководитель и что-то поменяется. Мама мечтала. Мы мечтаем, что... Никогда этого не будет. Никогда. Потому что этого и не было никогда. Это все было, вот, миф о том, что есть такие руководители. Таких руководителей не было. Ну, а вот чего, допустим, за границей, там, вот, как-то уровень жизни хороший, говорят. Тут считается, вот, Европа, ну, лучше живет. Или та же Польша, вот, допустим. Вот, какой там, какие там дороги, какой там дешевые продукты, лучшее социальное обеспечение. Почему, вот, мы живем совсем рядом, почему у нас не так? Мы что, на разных планетах, в разное время, в разные века. Самый, если ты у меня спрашиваешь, то я однозначно отвечу. Потому что там Европа. А что такое Европа? Европа, это история. История отдельной части суши. Которые имели уклад, которые имели традиции, которые имели свое видение жизни. Привет, привет, малышка. Вот. И вот из-за этого мы... То есть менталитет там... Мы пытались под колесом истории совсем в другую сторону. Мы привыкли к царям, к батюшкам, к королям всяким, что кто-то там распоряжается. Там и испокон веков... То есть больше свободы там, да, получается? Да, конечно же. На месте было намного больше свободы. Каждый выживал, как хотел. У нас видение жизни какое? Вот сейчас. Мы под кем-то обязательно. Половина. Что он скажет? А там нет. А что я скажу? И там как что... Мое место... Это мое. Что мое? На западе, вот, думают... Поляк думает, моё. То есть мое. То есть мои территории. Вот моя территория. А то тоже есть мое, но это моя гмина. А то есть моя волость. Вот таком. А у нас что? Это все мое. И ничего своего Все наше и все мое Вот разные Ракурсы взглядов на то Что такое мое Мое это первое Мой дом, моя семья Мой двор, мой сад, мой огород А потом уже и соседа И все остальное, и дорога ко мне Вот так с этого начинаются Разные ракурсы взглядов Как строить жизнь Как нам выживать в этом мире Неужели оно такое кардинальное Имеет потом в дальнейшем Различие между нами и им Да, 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 так оно и имеет В этом главная сущность отличия Востока и Запада Это разные взгляды Кстати, Восток и Запад Это чисто образно, потому что в Китае Почти та же самая Европа Там тоже такие самые взгляды Там также Там также такие же взгляды Собственные Ну что Общественные хорошо Но общественные это все равно Не мое, да Вот в том-то суть Философии всей жизни Человека Если это вообще Общее Значит, что возьму, то мое Остальное это общее Ну да, надо, чтобы что твое В украинском языке Кажет, давайте кумы Спочатку вашу колбасу А потом каждый сам свой Да, каждый сам свой Пойму ваше, потом каждый сам свой Ну, хорошо В колхозе жить Трое робить, пять лежит Наташа, я так зрозумел, что это вы мне складаете Я так зрозумел, что это вы мне складаете Лободу, лободу Я думаю, вы так хорошо мне почали Ага И я сейчас думаю, что мне с fumой polно, надо все . Да, я acuerdo.. Но вот еще, посмотрите, я поставил там chipsки junto, чтобы ноги не попробовали. Потому что я уже нарезал с лоб Aiara. А что вы так пропадали, гнили? А то не миси? А так вот, нужно было сыotiveama столько газов, что нет чтобы найти То не миси легли туда гны.... Я знаю, что ее хватит, но все равно так богато. Знаете, что еще попопадало. Может, когда жизнь у нас поменяется в такую лучшую сторону, может, как-то шагнет Украина, развиваться будет. Может быть, какие-то инвестиции. Многие европейцы сюда приезжают, когда прямо в гости, в семье побывают и говорят, а вы не думаете, что вы так плохо живете? Есть такие, тот же самый Ворган говорил, вы не думаете, что очень плохо у вас, у вас очень хорошо, но по-своему, говорит. Ну, на российскую мову знаю, но по-своему, скажем. Красивее. Ой, что оно такое? Ой, фу. Красиво. Да. Да, я понял. В аптеку, а там кто знал. Это Калина, да? Да, это Калина. Да, то мой сусід, он садовод, такий любитель состажем. Хороший такой. Красивый. Да, сформировал кушш, но она в него плодовита, така. На 60-й вид. Очень полезная штука, ягода, и для сердца, и для... Так, деколи. Мы один из рук, набрали массу ягид, из пекарей привезли, не знали, что с ним делать. Если ее перекрутить на сик, поставить в холодильник, и тогда так, одна треть Калины, и две трети, доливаешь водой кипяченой, схолодженной. Ну, такой морс хороший получается. Ух ты. Пьешь краще, в томовую справлю, краще. Просто сок из нее сделать, да? Да, да, можно и сок, да. Добавлять, разбавлять водой. Только водой и все. Мы заважаем, мы здоровьем, ничего. Пьешь, оно, небо, тебя ребрало с середки. Вече стено. Так, ничего, сюда ему будем грибить. Да, гриби теперь надо. И что ты понабирал? Набрав на свою голову, да? На мою голову. Что там оно? Ну, вроде таки, там надо только червей посмотреть, но я так смотрел, чтобы... О, тут уже работа полным входом. Надо перебрать это, санбала на всякий случай. Не, 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 там... Да, тут у меня все одинаковые такие, только надо смотреть, чтобы червей... Это мы Оксанка собрали, это Коля два. О, это все мои не трогали. А тут мы все можем перебрать. Кажем, как чурайте, мы можем, и мы будем чистить. Не, ну тут все вот такие. Мы знаем, собака, мы можем почувствовать оборудование. Он поцелуй. Ой. Вот это он, наверное, самбелка. Ой, боже. Ой, вот это да. И терпеть котка. Представляешь, терпеть, как я... Она все больно не делает. Самбелка, вот это вот, прилегала руку. Вот это вот. Ну, она липкая, что ты сделаешь? Да, так она приходит и... Он бежит к ней сразу. Моментально. А она приходит, начинает его искать. Это у них неразличное.